добрый вечер доброй ночи доброе утро или даже добрый день мы рады вас видеть поэтому самое главное здравствуйте с вами newsblog крипто мы прочитали ваши комментарии и с учетом их мы постарались этот выпуск сделать лучше предыдущего так что не теряя времени поехали ближайшее временное окно для принятия всех 12 заявок на spot bitcoin и т.ф. начинается сегодня фонд нер и компания полигон объединяются для создания решения zero knowledge компания ripple и анофри начали партнерство по новым платежным коридорам для ряда стран дочка seba bank в гонконге получила крипто лицензию от регулятора sft и в завершении выпуска интересные инсайты о том что происходит он чейн от компании гласноут оставайтесь с нами и так если сек решит одобрить все в настоящий момент поданные 12 заявок на spot bitcoin и т.ф. то ближайшее окно для этого у нее начинается с сегодняшнего дня и все дело заключается в установленных сроках и бюрократии с 9 по 17 ноября есть восьмидневный период в течение которого все 12 заявок на bitcoin spot и т.ф. могут быть одобрены сек причина этого короткого окна в том что когда сек продлила крайний срок для ряда ожидающих рассмотрения заявок на спотовый bitcoin и т.ф. она выбрала 8 ноября в качестве последнего дня периода комментариев но здесь есть нюанс хотя сур приема всех 12 заявок заканчивается 17 ноября технически сек может принять решение по 9 из 12 заявок в любое время до 10 января плюс мы все хорошо знаем на что сек способна но самое главное здесь в другом скоро уже вот-вот это начнется и под этим мы понимаем и 38 или 40 к фонт нер и компания полигон объединяются для создания zero knowledge решений некоммерческая организация near foundation развивающая протокол near объявила о сотрудничестве с решением для масштабирования полигон лапс для улучшения интероперабельности между блокчейнами сотрудничество между фондом near foundation и полигон лапс приближает протокол near еще на один шаг ближе к одной из крупнейших сетей блокчейне эфириум а также позволяет и другим блокчейном с технологией web assembly wsm использовать ликвидность сети эфириум это сотрудничество объединит две ведущие команды протоколов для создания безопасной совместной экосистемы web 3 а еще это партнерство повысит эффективность валидаторов near поскольку им больше не придется выполнять трудоемкую работу по проверке шарта технология zero knowledge считается новой горячей тенденции в сфере цифровых активов она избавляет людей от необходимости регулярно предоставлять свою личную информацию веб-сайтам и приложениям но какой же вы скажете из этого вывод а такой что альта становится еще горячее ripple и онофри начали партнерство по новым платежным коридорам для целого ряда стран включая страны африки великобритании австралии и стран персидского залива ripple обеспечит работу новых платежных коридоров между 27 африканскими странами и австралии великобритании и советом содружества стран персидского залива вместе с африканским платежным оператором он африк он африк будет использовать технологии блокчейна ripple payments вместе с тремя партнерами сзади трансфер будет предоставлять услуги переводов в австралию pay angel будет обслуживать великобританию а пайпл государство персидского залива бахрейн кувейт оман катар а саудовскую аравию и объединенные арабские эмираты пайпл уже является партнером ripple в своем решении ликвидности по требованию или о дл и как сообщается а нафрик также интегрировал о дл напомним что ripple payments ранее была известна как ripple нет до недавнего апгрейда о котором было объявлено на мероприятие для клиентов ripple swell в дубае 8 ноября добавить здесь можно только одно ripple вперед и конечно вверх дочерняя компания seba bank в гонконге получила крипто лицензию от регулятора sfc после принципиального одобрения в августе seba гонконг получила полную лицензию на крипто услуги в гонконге новая лицензия позволяет seba гонконг иметь дело и распространять все виды ценных бумаг включая продукты связанные цифровыми активами такие как внебиржевые или отиси деривативы как указано в официальном уведомлении лицензии со все позволит компании обслуживать институциональных и профессиональных инвесторов внутри страны число которых входят фонды состоятельные частные лица и корпоративное казначейство очевидно что привлекая крупные финансовые компании гонконг становится международным хабом для мира крипто и будучи тестовой площадкой для китая это значит только одно китай все серьезнее смотрит в сторону крипто тем более в ситуации когда крупнейший финансовый игрок сша прилагает все усилия чтобы от крипто избавиться и завершает наш выпуск самая интересная выжимка из недавнего отчета гласнот в котором говорится об свободном объеме циркулирующих монет сети bitcoin выглядит страшно но я сейчас все объясню серая линия это цена биткоина и к ней относятся шкала слева оставшиеся четыре линии розовая коричневая зеленая и светло-фиолетовая означают количество монет находящихся без движения более 1 2 3 и 5 лет соответственно автор не дает объяснение от какой величины считаются проценты по правой шкале но ключевой вывод очевиден все четыре когорта держатели биткоинов находятся сейчас на историческом максимуме то есть количество монет находящихся в свободном обращении находится на историческом минимуме а это значит что пружина продолжает сжиматься еще сильнее вопрос лишь в том когда она выстрелит если не сломается и на сегодня все надеюсь информация была вам интересна и полезна а также то что дойдет она до вас оперативно мы читаем внимательно каждый комментарий который вы пишете поэтому все ваши идеи и предложения мы обязательно обдумаем и постараемся применить в следующем выпуске который выйдет уже очень скоро в общем лайк подписка и до скорой встречи в следующем выпуске